Через тернии к знаниям в Обручане привезли 85 дипломов с областного этапа Республиканской Олимпиады. Я писала все от души и искренне. Какие предметы в топе? Смертельный бизнес. В Могилеве ликвидировали наркомаркет. Проводятся оперативно-рестные мероприятия. На какой срок наторговал хозяин? Вооружились лопатами. В городе на уборку снега вышли и стар, и млад. Совместно с милиционерами приступили к уборке снега на социально значимых объектах города Бавруска. Как не остаться в стороне? А также новая методика, продуктивное сотрудничество и в ритме танца. В белорусских школах ведут новый факультатив. В чем суть? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко провел совещание с военным руководством Беларуси. Глава государства отметил, несмотря на то, что такие встречи традиционны, они очень важны в силу ситуации, которая разворачивается вокруг страны. После президент заслушал доклады руководителя Государственного пограничного комитета и начальника Генштаба. Александру Лукашенко доложили об актуальной обстановке на границе, средствах которой обеспечивают безопасность с белорусской стороны. Сегодняшнее решение на охрану государственной границы имеет свою особенность именно в том, что у нас особая ситуация. На юге война, на западе Польша, Литва, Балтийские государства и того хуже. Подчеркиваю, и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды. Полководцы определены, мы их знаем. Знаем и бойцов этих отрядов, в кавычках, которые готовы уже воевать против собственной страны. Поэтому, как я всегда военным говорю, и особенно министру обороны, мы не должны ничего прозевать, по-народному говоря. Ни в коем случае нельзя допустить каких-то случайных развитий событий на нашей границе. В 2024-м упор в охране границы будет сделан на выявление и пресечение вызовов и угроз национальным интересам Беларуси, обеспечение безвизового режима для граждан Литвы, Польши и Латвии, наращивание инженерного обустройства. Незаконный шоппинг в Могилеве ликвидировали наркомаркет. Оперативники задержали 42-летнего подозреваемого. Мужчина создал и администрировал местный онлайн-магазин запрещенных товаров. Шоп-удовольствие функционировал несколько лет. В тайниках и на квартире предпринимателя обнаружили опасный психотроп. Кроме того, отыскали технику для фасовки, весы, пакеты, изоленту. Проводятся оперативно-рестные мероприятия по установлению иных фактов его преступной деятельности. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело. Дипломатичный подход, день пассажира и отечественный прорыв. Белорусские ученые разработали уникальный метод лечения диабета первого типа. Как это будет? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Биржевой товарооборот Беларуси и Узбекистана в 2023-м вырос в 17 раз. Показатель увеличился до 18 миллионов долларов. Резиденты дружественной страны помимо пиломатериалов закупают и отечественный сахар. В то же время в Синёку поставляется хлопчатобумажная пряжа, которая пользуется спросом у предприятий легкой промышленности. Белорусские ученые разработали уникальный метод лечения диабета первого типа. У пациента берут кровь и из нее создают обработанный клеточный продукт, после чего вводят обратно в организм. Это помогает стимулировать иммунную систему для эффективной борьбы с разрушением клеток. Способ уже доступен к использованию. В республике утверждается новая факультативная учебная программа – спортивный танец для учащихся первых-четвертых классов и танец для первых-шестых. Нововведение направлено поддержать физическую форму и осанку школьников, а также разбираться в музыкальных понятиях и передавать различное эмоциональное настроение. Министерство иностранных дел Белоруссии объявило конкурс «Эссе работ. Хочу стать дипломатом». Он приурочен к 105-летнему юбилею ДИП-службы и продлится по 4 марта. Для участия необходимо быть студентом вуза не старше 27 и иметь белорусское гражданство. Победители прошлых лет прошли практику в МИД и были задействованы в различных международных событиях. 25 января Белорусская железная дорога проведет единый день пассажира. С 11 до 2 можно позвонить по бесплатному номеру 151, чтобы задать вопросы, поделиться предложениями, которые связаны с организацией пассажирских перевозок. Информировать о проведении акций будут в поездах, на вокзалах и станциях БЖД. Белорусы, которые проживают за рубежом, смогут принять участие в голосовании на участке, организованном для них в Минске. Кроме того, уже аккредитовано 58 международных наблюдателей и почти 4,5 тысячи национальных. Приглашения направлены ШОС, парламентской ассамблеи ОДКБ, представителям союзного государства. Также будут присутствовать индивидуальные эксперты из различных стран. Сформировано 1394 окружные территориальные избирательные комиссии. В их составе работает 9459 человек. Процедура регистрации кандидатов в депутаты завершится 30 января. 298 граждан подали документы на регистрацию кандидатами в депутаты палаты представителей, то есть на 110 мест 298 подало документы. В местные советы депутатов подали документы 18 996 кандидатов. При Центральной избирательной комиссии создан новый коллегиальный орган «Научно-экспертный совет». В его состав входят те, кто имеет профдостижения в области права, включая избирательное и конституционное. Орган займется анализом исполнения законодательства при проведении выборов, оценит, как на практике работают те или иные нормы. В обручании привезли 85 дипломов с областного этапа Республиканской Олимпиады. Умники и умницы продемонстрировали отличные знания по учебным предметам. В топе информатика, география, физика, русский язык, химия. Наша съемочная группа заглянула к юным знатокам. У десятиклассника Богдана Коноплева первый рейтинг и первое место на областном этапе Олимпиады по белорусскому языку. Готовился и стремился участвовать в предметных Олимпиадах с пятого класса. Мне в Оголе подобаются разные предметы, а именно витая мова русская, белорусская, испанская. Займаюсь больше поглубленно. По мнению школьника, каждый должен знать и гордиться родным языком. Нужно читать произведения на белорусском, учить его и разговаривать в жизни. Тогда будет результат. Амбициозные планы у старшеклассника и на республику. Динамика, статика, импульс. Работа мощности и энергии. Об этом без труда расскажет серьезный и целеустремленный Алексей Савченко, который в числе победителей по физике. Предмет сложный, но интересный и перспективный. Центр по работе с талантливыми учениками во второй гимназии посещает седьмого класса. Работать в команде это очень эффективно, потому что каждый вносит какие-то свои предположения, свои знания по решению задач. Это также какой-то соревновательный аспект присутствует. Мы соревнуемся друг с другом, кто первее, например, решит задачу, или кто более красивым, видящим способом ее решит. Результаты работы учителя физики Лилии Макович впечатляют. Ученики ее центра положили в олимпиадную копилку города четыре диплома и похвальный отзыв. Самая главная задача – это талант в седьмом классе, когда они приходят ко мне на физику первый раз, открыть, достать, показать, что он есть, и на добровольных началах пригласить на работу. А дальше, если они зацепились с физикой, то дальше они будут работать уже самостоятельно, с моей помощью и получать хорошие результаты. Среди лидеров олимпиадного движения и любителей русской филологии. К олимпиаде Дарью Голомако готовила учитель Ольга Шевелева. Плюс к этому у девушки есть своя формула успеха. Секрет этого в том, что я писала все от души, и искренне и честно, думаю, это и есть ключ к успеху. По словам друзей, скромность, тактичность и доброжелательность одноклассницы делают общение с ней интересным и приятным. Мы всегда можем обратиться к ней за помощью. Она мотивирует и вдохновляет нас, воодушевляет также развиваться, достигать таких же успехов, как она. Наш город представил 202 ученика, которые боролись за звание лучших интеллектуалов области. Больше всего дипломов по географии, белорусскому и русскому языкам. Впереди республиканский этап, которому наши школьники уже ведут активную подготовку. Виталий Гаврусев, Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. То дождь, то снег. Январские капризы погоды не убавляют силы. Изо дня в день синоптики объявляют оранжевый уровень. На дорогах гололедицы порывы ветра сбивают с ног. В Бобруйске все силы коммунальных служб брошены на уборку снежного покрова. К общему делу присоединились и осужденные. После обильных осадков 10 человек, которые в свое время переступили черту закона, потрудились на территории Ленинского района. Обычно их привлекают к труду, который не требует специальных навыков. Прежде чем получить в руки инвентарь, инструктаж от работников ЖЭУ. В уголовной исполнительной инспекции УВД Бобруйского горисполкома прошли профилактические мероприятия для лиц, осужденных к общественным работам. Совместно с милиционерами приступили к уборке снега на социально значимых объектах города Бобруйска. Выйти на борьбу со стихией призывают всех неравнодушных горожан. Уборка снега – отличный повод сблизить коллектив или подружиться с соседями и принести пользу обществу. Что касается коммунальщиков, в Бобруйске задействованы 30 единиц техники и более 100 человек. Проезжая часть круглосуточно обрабатывается противогололедным материалом. Сразу после нас в Бобруйск Лайф. Моя коллега Мария Бересневич объяснит, почему не стоит бежать за диагнозом к блогерам, расскажет главный миф о педиатрах и узнает, какие пациенты самые благодарные. Все ответы в 20.45 не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»